Ну что же, мы тогда начнем. Меня зовут Даниил Першин, я директор по международному развитию компании Axelot. Со мной сегодня Денис Бачков, консультант по внедрению WMS-систем компании Axelot. И сегодня мы поговорим на достаточно интересную тему, поговорим о том, как семимильными шагами система Axelot WMS-X5 внедряется в других регионах, в других странах на примере нашего пилотного проекта в Болгарии, который буквально недавно завершился, завершился очень успешно. Но вначале, наверное, я в двух словах буквально расскажу немножечко о предыстории этого процесса, почему так произошло, какие были предпосылки к внедрению WMS-системы в принципе в Европе, какие стратегии, какие планы у компании Axelot на сегодняшний день есть по внедрению своих продуктов на разных международных рынках. Ну, начну я с того, что внедрение проектов в Европе является частью нашей монолитной стратегии по международной экспансии. И в этой связи надо, наверное, несколько слов сказать об общих трендах на глобальных рынках. Со статистикой и цифрами нам сегодня помогают наши коллеги из Института товародвижения в Германии, Фраунхофер АМЛ, и вот совсем недавно мы получили довольно интересную статистику, которая говорит нам о том, что сегодня происходит достаточно большое увеличение доли провайдеров, то называемых комплексных решений или решений все в одном, в составе которых есть, кроме WMS, еще и ряд других систем, да, это и Transport Management Systems, TMS, системы управления движением техники на складе, это системы ресурсного планирования, это и Business Intelligence, это самые различные системы уровня Pick and Pack и Slotting оптимизации, и так далее, и так далее, да. И мы с вами видим здесь на графике, если посмотреть слайд, что доля вот таких вот комплексных поставщиков решений все в одном, так называемые suit providers, их называют на европейском рынке, она продолжает расти, причем расти спичкообразно с 2010 года, мы видим увеличение, прирост доли этих провайдеров на 10%, и, как вы, наверное, знаете, компания Axelot является частью вот этой когорты, вендоров, которые предоставляют решения все в одном, и поэтому можно сказать, что мы в тренде, да, остальные части пирога делятся между так называемыми монопровайдерами, то есть провайдерами систем, которые предоставляют только WMS решения, без других, и с ценами интеграторов. Да, вот такая у нас ситуация на 2021 год. Движемся дальше, продолжаем говорить о трендах. Тренды на глобальном рынке WMS также затронули и возраст компании, и возраст сотрудников, да, если говорить про возраст компаний, которые сегодня работают на WMS рынке, то около 50% всех вендоров сегодня существует там более 20 лет, да, мы видим, что рынок, скажем так, становится все более и более зрелым, да, и не только в России, да, мы все помним взгляд наших аналитиков, в том числе господина Перова, на этот тренд, но и вообще глобально и в Европе это видно по тем цифрам, которые представлены на этом слайде, да, то есть более 50% это вендоры с огромным опытом работы в индустрии, и тренд также подтверждается тем, что большинство сотрудников, вендоров и внедренцев, WMS, консультантов, он тоже на соотношении продолжает расти, то есть возраст сотрудников, сотрудники проработали в компании более 6 лет, да, мы видим самый большой тренд здесь. Теперь в двух словах расскажу о факторах, да, топ-5 у нас получилось, топ-5 факторов роста, да, рынка WMS во всем мире. Значит, рост, мы видим, что на первом месте это механизация, конечно же, да, то есть все больше и больше компаний, не зря, это так называемый automation, то, что называется warehouse automation в Европе и во всем мире, и по-русски мы это называем различными средствами механизации, склады, это конвейеры, сорции, расклады, автоматы и прочее оборудование. Когда этого оборудования становится много, соответственно, локальных систем класса WCS, конечно же, не хватает для управления всем этим зоопарком, и в данном случае в WMS является таким агрегирующей системой, которая помогает управлять, интегрировать все это вместе, да, передавать информацию, информационные потоки между ними. Также на втором месте в рейтинге это рост спроса на прозрачность, да, прозрачность информационных потоков, ну, это тот фактор, который всегда присутствует, присутствовал, наверное, он переместился с первого на второе место в этот раз, но, тем не менее, он занимает по откликам респондентов те же 50%, да. В этом году в связи с пандемией и, конечно же, тем самым пандемией COVID-19 в том числе на это сильно повлияло, да, это рост электронной коммерции, да, службы доставки, заказы на дом и так далее, электронной коммерции и еще у нас есть интересная формировка M-коммерция, да, или мобильная коммерция, да, все это можно объединить в один, и это растущий фактор, 40% он сегодня почти занимает. Также следующий фактор – это, конечно, необходимость снижения издержек, увеличение эффективности хранения, здесь все, по-моему, достаточно прозрачно, и, так называемая, дивилизация и персонализация хранимой продукции, да, мы видим, что такие явления, как штучный отбор, мелкоштучный отбор на складе, они, конечно же, влияют очень сильно на… и это связано напрямую как раз с ростом позаказанного отбора, например, да, то есть и с ростом электронной коммерции, и здесь мы видим 40% также, 40% доля данного факта. Ну, в двух словах немножко поговорим о будущем, да, какие-то же тренды на рынке ВМС будут развиваться в ближайшие 4 года, коллеги выделяют несколько таких, шесть, я бы сказал, крупных трендов, и в данном случае компания «Севод» у нас также идет в ногу с этими трендами, да, это и алгоритм, повышающий гибкость процесса заказа на складе, особенно процессы заказов и процессы приемки, да, это и решение, связанное с искусственным интеллектом, это и осознанный покупатель, ну, это 9%, да, то есть все, что связано с экологией, оно тоже здесь присутствует с недавних пор. Массовая кастомизация, индустрия 4.0, различные решения middleware, которые внедряются, тоже способствуют внедрению ВМС. Вот все эти тренды, они сегодня в той пропорции, которая на экране, они на сегодняшний день распределяются. И в ближайшие 4 года вот такой тренд будет сохраняться. Немножечко поговорим о географии, да, и вспомним, как же развивается складская индустрия внедрения ВМС в мире, в принципе, да, и как внедряются, и как это связано с строительством новых складов, развития услуг и так далее, да. Ну вот на слайде видно, что самый высокий темп роста по строительству новых складов, введения в эксплуатацию и развитие складских услуг в сегодняшний день показывает Юго-Восточная Азия, да, это Южная Азия и страны, так называем, Большого дракона, это даже включена и Австралия, и Новой Зеландия, Китай, Япония, конечно же, во многом благодаря лидеру рейсинга это Китай. На втором месте у нас Америка, Северная Америка с Европой традиционно занимают на сегодняшний день по росту второе место, они до этого возглавляли рейсинг, сегодня Юго-Восточная Азия их обгоняет. Ну и самый низкий, Россию почему-то коллеги вычеркнули из этого списка, но мы всегда перечислены к Европе в данном случае. Ну и самые низкие у нас, самые низкие темпы роста показывают у нас Южная и Центральная Америка и Африка с Ближним Востоком. Но, честно говоря, нельзя недооценивать эти регионы, потому что, скажем, на Ближнем Востоке, ввиду очень высокого роста электронной коммерции, в том числе, да, мы видим, что и очень большой скачок сейчас произошел за последние буквально два года по строительству новых складов и, в принципе, логистических комплексов, терминалов, да, и 3ПЛ, операторы сейчас очень сильно растут. Это мы видим на примере Эмиратов, Саудовской Аравии и так далее. Ну что же, теперь сфокусируемся немножечко на Европе, да, почему же, сегодня мы говорим о внедрении Axelot в Болгарии, что же происходит в Европе, почему вообще так получилось, что Axelot X5 внедряется активно в Европе, и вот уже буквально за пять месяцев у нас появился первый проект в Болгарии. И здесь есть, безусловно, достаточно серьезный предпосыл к этому процессу. Ну, во-первых, начнем с того, что многие глобальные вендоры на сегодняшний день, вендоры WMS-систем, я имею в виду, испытывают проблемы с организацией сопровождения своих клиентов в отдельных регионах, да, и это показывает отчет Гарднера нам достаточно ярко и очевидно, да, глобальные вендоры, конечно, обладают довольно большими ресурсами, но все-таки оказываются заложниками своих амбиций в данном случае, и по отзывам их же клиентов испытывают достаточные проблемы. Вот в части поддержки мы видим некоторый тренд в некоторых странах, что партнеры меняют вендоров, да, интеграторы внутри стран и переключаются на более эффективных вендоров, да, которые на более отзывчивых, на более клиентоориентированных, и здесь, безусловно, мы знаем об этом тренде не понаслышке и являемся одним из таких эффективных вендоров на сегодняшний день. Также есть следующая проблема, связанная с обновлением версии и релизов для текущих клиентов, да, это некий фактор, который связан с первым, но, тем не менее, мы видим, что более 80% клиентов одного из лидеров рейтинга Гартнера в этом году, в 2021, да, до сих пор используют старевшие версии своих систем, которые универялись более 7 лет назад, и это не может не волновать, да, игроков рынка. Следующим трендом является тот факт, что ВМС-решения от локальных вендоров, если мы говорим не о глобальных, а именно о локальных вендорах, да, я подчеркну, являются, ну, имеют достаточно базовую функциональность и интеграционные возможности, да, и, в общем-то, не могут они удовлетворить те требования, которые сегодня стоят перед внедрением систем ВМС. Еще один тренд, снова касающийся глобальных игроков, да, глобальные решения от глобальных вендоров зачастую являются слишком тяжелыми для решения задач, особенно если мы говорим о рынке SMB, средних и малых компаний, и складов класса tier 1, tier 2, tier 3, да, для них решения от глобальных вендоров, даже если они позиционировались как решения для SMB, зачастую их функциональности слишком много, да, а внедрение предполагает достаточно большую ломку, да, существующих процессов на складах. Поэтому, конечно, глобальные вендоры сталкиваются чаще с этой проблемой, особенно когда идут вниз, да, к сегментам, к среднему и малому сегменту. Ну и, конечно же, мы видим, да, что есть глобальный тренд, сегодня связанный с тем, что присутствует слияние поглощения, да, все больше и больше компаний покупают других игроков, сливаются с коллегами. Вот недавно компания Panasonic приобрела компанию Blue Yander, Blue Yander, который никогда не слышал никто, наверное, но, тем не менее, это самый большой на сегодняшний день игрок на рынке ВМС в мире, который до этого назывался компанией GD, да, которую, наверное, уже многие помнят. Вот, тем не менее, сейчас происходит такая турбулентность на том рынке, что вот из-за этих глобальных поглощений и слияний вендоры немножечко забывают о клиенте ориентированности и все-таки теряют свои позиции на многих рынках, особенно на рынке СНБ. И все это сыграло довольно большую роль в становлении Axelot, в том числе, да, на рынке ВМС, в том числе на Балканах и, в частности, в Болгарии, да. Axelot уже достаточно давно работает в мире, да, в принципе, не только в странах СНГ, в странах бывшего Советского Союза и в странах Балтии. Компания сегодня имеет внедрение и в Западной Европе, да, и в Польше, и в Финляндии, до этого в Италии, давно был проект в Китае и даже на Ближнем Востоке, в Минных Арабских Эмиратах, да. То есть тот задел, который сегодня имеет, имеет компания Axelot на международных рынках, он позволяет уверенно развивать свои позиции на многих направлениях, на многих рынках и двигаться дальше. И таким осознанным шагом со стороны компании Axelot в 2020 году было открытие совместного предприятия с нашим партнером компанией Stam, компанией Axelot в Болгарии, да, где как раз идут первые пилотные проекты. Ну, надо сказать, что да, действительно, ключевой рынок Axelot всегда была Россия, да, чуть меньше 90% выручки у нас занимает как раз Россия, да, но мы, у нас довольно амбициозные планы на следующие три года, мы планируем, что доля международных проектов, выручки компании будет неумолимо расти, да, и для этого есть все предпосылки, да. Значит, совместное предприятие, о котором я уже говорил, компания Axelot работает не только на территории Болгарии, но и других стран, либо как Балканского полуострова, вот так и, в принципе, Южная Европа, да, это и Сербия, это и Румыния, и Северная Магедония, это и Кипр, Креция и многие другие страны. Так вот, что же, почему же стала возможна синергия, да, двух компаний Stam и Axelot, почему так произошло, я тоже о двух словах расскажу. с компанией Stam, компания Axelot работает уже некоторое количество лет, как, вначале, как технологический партнер, компания Stam занимается производством и поставкой стеллажных конструкций и прочего оборудования для склада. И так получилось, что Комагед Stam часто встречалась со стороны своих проектов по внедрению WMS, и вот эта синергия в 2020 году выросла в совместное предприятие, которое было запущено, успешно, и вот сегодня уже дает свои первые плоды. Предпосылками для такого союза и для успеха компании Stam и Axelot на рынке Болгарии, в принципе, на рынке Балканных стран, явился как раз тот факт, что Axelot является лидером, да, на своем домашнем рынке, будем называть, и то, что Axelot постоянно развивает свои системы за счет инвестиций в R&D, в неокр. Это, безусловно, лидерство, да, компаний на отечественном рынке и функциональное соответствие системы Axelot требованием тех заказчиков, с которыми мы стали работать в Европе. Такой интересный факт, что порядка 80% вообще функций, заявленных, да, в ТЗ заказчиков, они из коробки доступны уже в последней версии системы Axelot WMS, в X5, что является очень большим подспорьем для внедрения систем, для быстрого внедрения систем на европейских рынках. Это, конечно же, также и почти неограниченные возможности по интеграции, благодаря партнеру компании DETRION и шины DETRION ESB, которые позволяют интегрироваться практически с любыми системами. как с оборудованием, так и с системами третьих сторон, информационной системой третьих сторон, ERP и так далее. Это и открытый исходный код решений, конечно же, который очень сильно влияет на принятие решений клиентами. Это и то, что WMS-система является частью единой платформы, единой платформы SCE, Supply Chain Execution, которые объединяют в себе несколько решений. Как мы знаем, на сегодняшний день этот тренд продолжает расти, и в Болгарии, и в принципе вся Европа не являются исключением для того, чтобы этот тренд развивался. Это, конечно же, всем известный факт о приемлемой стоимости владения. Все знают стоимость лицензии 1С и стоимость лицензии решения от Axelot. Она очень приемлема как для российских поставщиков, клиентов, так и для Европы. Ну, мы знаем, да, что противовесом решением от 1С в Европе является САП, который, в общем, заполонил практически большую часть рынка. Но на рынке среднего и малого бизнеса конкурировать, конечно, с решениями на базе 1С достаточно сложно в части той же стоимости внедрения. Гибкость настроек, ну и, конечно же, репутация самой компании Stam на рынке Болгарии, она очень хорошая. Они более 20 лет опыта на сегодняшний день у них на рынке Болгарии. И, конечно, вот этот вот синергетический эффект Axelot и Stam в данном случае, он удвоился, да, благодаря этому факту. С другой стороны, все не так шоколадно, все не так красиво. И, конечно же, были некие вызовы, которые мы с честью нам удается встретить. на сегодняшний день, да. Нужно отметить, что до последнего момента у нас не было референс-проектов в регионе, да. Все-таки платформа 1С это не самая популярная платформа в Европе. Если Россия и постсоветское пространство уже давно работают с ней, то в Европе это не так, да. я уже говорил про SAP. Это и вопрос локализации продукта, да. Все-таки клиенты хотят решения на своих языках и с точки зрения интерфейсов, и с точки зрения технической документации. И, конечно же, отсутствие опыта работы с WMS X5 у компании Stam и у консультантов компании, да, здесь. Но мы с честью преодолели эти особенности работы в регионе и вот результатом, одним из результатов этой работы и его внедрение системы WMS X5 от Axelot на рынке на рынке Болгарии и вот у клиента который называется Trust IPOMA это чуть подробнее о развитии проекта и о том, как мы внедрялись в особенностях и специфике складов в Южной Европе расскажет Макаля Ведина из Бачков. Спасибо. И я ему с удовольствием передаю слово. Да, спасибо большое, Даниил. Всем привет еще раз. Меня зовут Денис, я консультант по внедрению WMS X5. Пилотным проектом Staxelot стал проект внедрения WMS X5 на склады компании Trace IPOMA. Компания специализируется в термоформовочном производстве и производстве молдингов. Изначально называвшаяся IPOMA Sociedad Anonima компания была основана в 1982 году в Болгарии и заняла твердую позицию в Юго-Восточной Европе как производитель упаковок и пластмассовых изделий. Позже, в 2004 году IPOMA вошла в состав группы Trace Group. Среди продукции компания жесткая упаковка это ведра, контейнеры, термоформованные стаканчики, например, для йогурта и напитков, ящики общего назначения, емкости для безалкогольных напитков и пива и прочее. Свою продукцию компания поставляет предприятиям пищевой и химической промышленности. Изначально традиционно по Болгарии, Восточной Европе и Балканам, а последние 10 лет и по всей Европе. Главным отличием Trace Group на рынке упаковки пластмассовых изделий является постоянное качество, надежность и безопасность продукции. Девиз компании «Сосредоточьтесь на товаре, о его упаковке позаботимся мы». Поэтому для компании было очень важно доверить автоматизацию управления складом профессионалам своего дела, ну и учитывая, что у них до этого уже была внедрена система управления складом, которая не удовлетворяла всем потребностям Trace Group. Что касается организационных рамок проекта, то автоматизация подлежала порядка 2700 квадратных метров складской площади из общего 12000 квадратов. на складе используются въездные стеллажи с шаттлами. В каждом стеллаже по три уровня, три яруса, количество палет и мест в одном ручейке от 10 до 20 палет. Важным моментом является то, что большое количество номенклатурных позиций, это примерно 11000, и быстрая оборачиваемость на складе не позволяют использовать одну ячейку стеллажа под одну номенклатуру, то есть моноячеек на складе нет и не предвидится в ближайший год точно. Интенсив на складе в средний около 30-40 отгрузок в день. На отгрузку склад работает с 8 утра до 6 вечера, 6 дней в неделю, но приемка из производства выполняется постоянно 24 на 7. По сотрудникам в смену одновременно работает примерно 13 работников склада, для работы используются 18 терминалов сбора данных, из которых 6 RFID-антенны и 4 принтера этикеток. Все оборудование фирмы Земля. И в качестве корпоративной информационной системы на предприятии заказчика используется Astra и ERP. Между корпоративной системой и предыдущей ВМС ранее был налажен обмен данными напрямую между SQL-таблицами. Этот вид обмена должен был остаться и при переходе на новую ВМС. Собственно, при выборе новой ВМС основными требованиями трейс-липома были следующие моменты. Первое. Система должна быть способна работать с RFID-метками. Второе. Наличие в системе механизма автоматической печати этикетки с составом палеты. Третье. Механизм автоматического планирования отбора палет по заказам на отгрузку согласно особой логике заказчика. Четвертое. Система должна была уметь осуществлять повсеместную подмену палет при выполнении задач на отбор палет. Пятое. Это обеспечение бесперебойной интеграции ВМС с корпоративной системой. Причем им был необходим расширенный протокол обмена. Это не только обмен базовыми документами, но и включение в обмен дополнительных объектов системы. Плюс им был нужен механизм онлайн сравнения запасов в двух системах и возможность управления блокировкой документов ВМС из корпоративной системы. Ну и очень важными требованиями конечно же были наличие постоянного развития и поддержки системы и полная локализация системы на болгарский язык. Таким образом перед нашей командой стояло несколько задач. Задачами с таксилот были внедрить абсолютно незнакомую систему X5 промышленную эксплуатацию на складе крупного заказчика в Болгарии и разработать легкий переход с текущей ВМС на новую без потери данных и без изменения механизмов интеграции со стороны заказчика. Задачами же таксилот были предоставить в сжатые сроки полный перевод интерфейса программы и мобильного клиента на болгарский язык и помочь партнерам с таксилот с подготовкой макета системы и разработкой дополнительных механизмов под потребности заказчика. И на выходе мы получили рабочий продукт, который не только удовлетворял всем потребностям трейс-эпоном, но и привнес новые возможности при работе со складом. Давайте подробнее разберем функционал. В первую очередь это типовой функционал системы. Типовой функционал X5 и ее параметрические настройки позволяют адаптировать систему под очень большой спектр бизнес-процессов на складе. Это и фиксировать поступление товара на склад с использованием терминала сбора данных, автоматически вести контроль принимаемого товара, автоматически планировать размещение полез с принятым товаром в зону хранения с учетом особенностей стратегии размещения товар к товару, товар в пустую ячейку, учитывать правила смешиваемости. Это также выполнение внутренних операций, учет товара в разрезе партии и качества, выполнение планирования товара под заказ и сопутствующих процессов при обработке исходящего потока, то есть отбор, контроль отгрузки, отгрузка, то есть X5 уже изначально являясь гибким инструментом, может быть легко настроена под большинство складских процессов прямо из коробки, и это, конечно же, очень помогло при внедрении пилотного проекта. Например, сейчас приведу пару скриншотов в качестве примера с элементами настроек, как они выглядят. Допустим, так выглядят настройки системы касательно топологии. Каждый пункт пираметизации содержит описание, для чего он может быть выбран. Тут и настройка зон склада, и использование правил совместимости, использование учета возвратной тары и прочее. Кстати, по слайду будут приведены примеры скриншотов системы с болгарским интерфейсом, поэтому не пугайтесь, это не опечатки, а лишь выбор языка. Тут, например, у нас скриншот настройки системы касательно работы с нормативно-справочной информацией. Это номенклатура, упаковки, качество товара, этикетки и способ печати этикеток напрямую с ТСД. И вот у нас здесь скриншот параметрической настройки модели учета. Здесь можно выбрать, ведется ли учет товара по партиям, по срокам годности, какие атрибуты партии являются обязательными для заполнения, есть ли учет по серийным номерам, какие стратегии обработки товара на складе должны быть использованы для товара с данной моделью учета. Следующий функционал, который мы получили на выходе, это возможность работы с RFID-метками. Из-за немалой площади склада и использования въездных стеллажей заказчику было необходимо иметь возможность искать потерянные палеты на складе с помощью RFID-меток. Они хотели, чтобы при выполнении приемки товара на склад хладовщик физически помечал бы палет с товаром RFID-меткой. Далее в системе были информационные записи о том, какая RFID-метка соответствует каждому палету на хранении, и эта информация в дальнейшем могла бы быть использована для поиска потерянной палеты. Для реализации данного процесса был доработан справочник мест хранения, то есть палет в МС, настройки выполнения очереди задачи приемки-пересчет и конфигурации мобильного клиента. И получили функционал мы со следующей последовательностью действий. При выполнении приемки кладовщик генерирует номер палеты автоматически прямо с терминала, далее физически помечает палет RFID-меткой, сканирует эту метку с терминала и продолжает приемку. Значение отсканированной метки попадает в карточку только что принятого палета и остается там до отгрузки этого палета со склада. При выполнении отгрузки палеты поле RFID-метка в его карточке очищается. А если палету физически потеряли на складе, кладовщик смотрит в системе значения RFID-метки, которая соответствует потерянной палете, и уже с помощью отдельного устройства находит палету по метке. Далее расскажу о механизме автоматической печати этикетки с составом палеты. В целом этот функционал мы получили на основе типового. При выполнении приемки товара с терминала автоматически генерируется номер нового палета, как уже упоминалось ранее, а по завершении приемки поддона система автоматически выводит на печать комплексную этикетку палеты, оформленную под стандарты фирмы, содержащую штрих-код поддона. Вот он составе, товар, артикул, количество базовых единиц, количество упаковок на поддоне, информацию о партии, штрих-код товара. Для реализации этого процесса была доработана настройка выполнения очереди задач по приемке пересчет на предмет автоматической печати этикет местохранения, то есть палет. Для всего остального использовался типовой функционал. Например, сейчас на скриншоте вы видите обработку по формированию этикетки макета, по формированию макета этикетки поддона. Тип макета MXL. То есть перетаскивая с левой части экрана атрибуты палеты и используя таблицу прямо как в Excel, можно легко сформировать макет этикетки. Для трейса POMA был также настроен и второй доступный макет с типом ZPL. Был написан код, который с помощью сервера печати отправляется на принтер и на печать выводится этикетка палета. И вот такую этикетку мы получаем на выходе. Здесь небольшой засвет от фотоаппарата, но я надеюсь все видно. То есть тут и название фирмы, и данные по палете, штрих-код палеты, его состав, штрих-код товара. Хочется отметить, что на работе на предыдущей ВМС-системе у заказчика не было возможности печати этикетки после завершения приемки. То есть они заранее готовили каждую этикетку, заранее выписывали номер палеты, определяли, какой товар будет принят на нем, готовили этикетки и только после этого шли принимать товар. Следующие два функционала это кастомизированный алгоритм планирования задач на отбор палет и механизм повсеместной подмены палет при выполнении этих созданных задач на отбор. Говоря про первый пункт, для заказчика было важно, чтобы система выполняла поэтапное планирование отбора полных палет, каждый раз обновляя открытую потребность после закрытия части потребностей запасами по найденной ячейке, то есть найденными запасами. То есть система сначала должна была проверять актуальную потребность по заказу в полных поддонах с товаром. Потребность больше одного поддона или равна одному поддону? Если потребность равна одному поддону, то нужно искать сначала те ячейки, в которых есть только один поддон с данным товаром. Если такие ячейки нашлись, то выбрать из них ту, в которой положение такого поддона наиболее удобно для отбора, то есть ближе к проезду. Если же таких ячейок не товара, то есть на один больше, нашлись такие ячейки, выбираем из них те, у которых в целом любых палет меньше всего для максимальной вымываемости ячейки. Далее из подобранных ячейок выбираем с удобным положением поддона для отбора. Ну и если ячейки с двумя полными поддонами нашего товара не нашлось, то нужно продолжать поиски, увеличивая каждый раз количество поддонов в ячейке на один. А если потребность товара по заказу в полных палетах больше одного, то этот алгоритм меняется. Сначала ищем те ячейки, в которых палет с нужным товаром ровно столько, сколько надо, например, заказы на 7 палет, ищем ячейки, в которых 7 палет. Если нашли, отлично. Если не нашли, то ищем ячейки, где нужных палет в ячейке на одну меньше, то есть уже 6. Не нашли, ищем дальше, каждый раз учитываем положение поддонов в ячейке для более удобного отбора. То есть на выходе мы получаем циклы поиска ячейок с товаром, позволяющие выполнять 1. Это минимальное количество подходов к ячейкам, 2. Максимальное вымывание ячейок, и 3. Отбор палет, расположенного ближе всего к проезду. Для реализации данного процесса был немного доработан алгоритм планирования отбора, создан механизм отслеживания поддонов в ячейках и механизм повсеместной подмены поддонов при выполнении отбора. Что это значит? По итогам планирования отбора создаются задачи на отбор палет, и для заказчика было важно при выполнении этих задач иметь возможность подменять запланированный палет на другой, но не только в рамках текущей ячейки, что позволяет типовой функционал, но и по всему складу. Этот механизм был успешно реализован, причем если конечный поддон был ранее спланирован по другой задачи, по другому заказу, он также автоматически заменялся в своей задаче на тот поддон, который изначально подменили. Все эти требования обуславливаются особенностью имеющейся системы хранения заказчика и большого количества активных номенклатурных позиций, о которых мы говорили ранее. Помимо всего, также был реализован и дополнительный функционал, это печатные формы разной сложности на болгарском языке и возможность карусельного пропуска задач на отбор палет с терминала, то есть сотрудник может посмотреть все задачи на отбор палет, дойдя от первой, последней и заново, чтобы при необходимости выбрать для себя более удобную задачу или оценить последовательность предстоящих действий. Говоря о печатных формах, например, и напрямую из формы документов исходящего потока заказ на отгрузку или рейс есть возможность формировать на печать допустим транспортную накладную информацию о грузовом составе или сертификат в соответствии на отгружаемую продукцию. Все на болгарском языке. Конечно же важным элементом данного проекта также является интеграция. Интеграция с корпоративной системой заказчика осуществлялась с помощью обмена данными напрямую между SQL таблицами. Это было требование заказчика, чтобы им не пришлось менять логику интеграции и максимально гладко перейти со старой ВМС на новую. В результате были реализованы следующие механизмы интеграции. Это конечно же обмен справочниками, обмен документами, загрузка плановых документов и выгрузка факта их обработки. Но также была реализована дополнительная возможность выгрузки слепка остатков состава только что принятого поддона, факта перемещения товара, факта перемещения поддона, факта смены качества товара, факта пересчета товара, факта создания новой партии. Также была реализована возможность управления блокировкой документов ВМС из корпоративной системы, чтобы при необходимости сотрудники отдела снабжения или продаж могли заблокировать обработку товара по определенному документу напрямую эскиз из корпоративной системы. Это очень удобно. Также был реализован отчет для онлайн сравнения запасов в разрезе качества и зоны хранения, то есть в любой момент времени через ВМС можно сравнить остатки в двух системах и реализована возможность сторнирования приемки товара с выгрузкой информации в корпоративную систему. То есть не просто изменить состав принятого палета или полностью его обнулить используя типовой механизм системы, но и поэтапно передавать факты выполняемых операций, чтобы в системе корпоративной прошло корректное сторнирование приемки палета. Здесь у нас скриншот SQL-таблицы. Хотелось добавить, что для SQL-to-SQL обмена коллеги из Taxelot использовали конечно необходимые скрипты SQL-запросов. И вот на этом скриншоте приведен как раз отчет по онлайн сравнению запасов в двух системах. Здесь у нас и зоны, и товар, количество ВМС в системе, количество ВРП, разница, если такая есть, для сравнения в разрезе качества используется определенное название зонирования. И, как уже упоминалось ранее, и как вы успели заметить по скриншотам, был осуществлен полный перевод объектов конфигурации системы на болгарский язык. Это и документы, и справочники, статусы, сообщения, подсказки и прочее. Для этого огромный массив текста был передан коллегам из Taxelot и совместными усилиями осуществлен не просто дословный перевод текста, как, например, по Google переводчику, а был выполнен смысловой перевод для комфортного пользования системой всеми ее пользователями. Вот, допустим, перевод начальной страницы системы мониторий диспетчера склада, да, перевод одного из разделов топологии процесса, интерфейс ручного создания задач, то есть когда мы можем вручную сформировать задачи на пересчет, перемещение, интервизацию с компьютера и передать к выполнению с терминала и перевод конечно мобильного клиента. В левом окне вы видите форму очереди задач на отбор палеты, в правом окне пример очереди задач на просмотр остатков на складе. Говоря про сам опыт внедрения этого пилотного проекта, что ж, подход к работе по пилотному внедрению X5 конечно же в Европе конечно же отличался от того опыта внедрения в России потому что во-первых мы сами ни разу не виделись заказчиком то есть это полное отсутствие прямых коммуникаций заказчиком так как общение в рамках проекта велось исключительно с коллегами из TaxiOd и мы не видели во очередь склад в том числе тоже то есть только фотографии возможно в какой-то момент увидели звонку полностью партнерский проект вот второй момент это 90% всего общения с коллегами из TaxiOd происходило на английском языке что тоже в принципе в новинку третий момент отсутствие коллег из TaxiOd знаний и понимания работы с X5 и понимания работы с 1S к этому добавляется и отсутствие в Болгарии компетентных администратор 1S для работы с серверами 1S с цензированием и прочее извини что тебя перевел все таки мы скажем спасибо нашим коллегам из 1S International которые нам неоднократно помогали с техническими вопросами в инсталляции 1S сервера ну да в целом еще влияет низкий уровень технологической проектной готовности коллег из TaxiOd это тоже имело место и поэтому мы были готовы к разному роду результатам никто не ожидал какого-то необоснованного чуда что все в хорошем смысле слова взлетит в миг да но на самом деле результаты действительно превзошли все ожидания коллеги с TaxiOd сумели в короткие сроки овладеть навыками работы в незнакомой системе на незнакомой информационной среде они сумели не то что внедрить систему в промышленную эксплуатацию на складе заказчика в нужный срок но спустя 3 дня уже после запуска осуществлять самостоятельную поддержку системы по вопросам заказчика TaxiOd уже заключили 3 новых контракта на внедрение X5 нанимают дополнительных сотрудников и ведут работу по подготовке системы к внедрению на горизонте у них более 10 потенциальных заказчиков и череда пресейлов ну и на сегодняшний день это полная уверенность в рабочем проверенном и стабильном продукте мы смело можем утверждать что MSX5 переходит на новый уровень международного внедрения на этом наш небольшой рассказ подходит к концу если у кого-то есть вопросы мы постараемся на них ответить пожалуйста не стесняйтесь писать вопросы в специальном поле спасибо Денис за интересный рассказ всем спасибо спасибо Продолжение следует...